Мы используем фломастеры, как я уже говорила, те самые, которые можно смыть потом водой в терральной машине. И на что я хочу обратить внимание? Вот у нас дизайн. Вы можете рисовать все, что хотите. На что обратить внимание? Нам нужно поднять, создать объем самого вышитого дизайна. Для того, чтобы это сделать, вам нужно обязательно пройти эхо-стежкой вокруг каждого элемента. Вот вокруг, вот просто нельзя пропускать ни один листик, ни одну веточку. Только так вот можете создать объем. Вы можете сначала начинать рисовать эту художественную стежку. Я имею в виду не художественную стежку, а эхо-стежку вокруг каждого дизайна. Первое. Второе. Вы можете и не рисовать, если вы давно стягаете, у вас уже достаточно большой опыт в стежке. То есть я не рисую ее уже. Но если вы только-только-только осваиваете навыки художественной стежки, обязательно прорисовывайте. На первых порах вам это просто необходимо. Только так вы достигнете перфектного, такого потрясающего результата. Потому что руки, конечно, тоже они должны быть натренированы. Если у вас еще не встали руки для стежки, обязательно рисуйте. Поверьте мне, это будет гораздо проще, лучше и результат ожидаемее. И поэтому, если у вас навыков еще мало, обязательно прорисуйте эхо-стежку. Вы можете это сделать прямо сейчас, можете сделать после того, как вы нарисуете художественную стежку. Я сейчас начну с элементов художественной стежки. Как это делать? Я, например, хочу вот такую веточку здесь пустить. Мне очень нравится. Далее я хочу, например, вот здесь веточку пустить. Имейте в виду, видите круг. Чем более непрерывистой вы рисуете линию, тем более она пластичнее, как-то приятнее, что ли. То есть, если вы специально рисуете, такая линия гораздо хуже смотрится, нежели вот каким-то одним взмахом. И, например, вот я и здесь хочу. То есть, опять же, если вы уже опытный квилтер и давно стягаете, вам порой достаточно только веточек. Мне, например, чаще всего уже достаточно, как бы так, обозначить эти веточки, и я уже могу стягать без прорисовки. Однако я все-таки призываю вас, прорисуйте. Да, вы потратите на это время, возможно, много времени, но результат будет того стоить. Поверьте мне, когда восхищенные взгляды ваших знакомых, близких, покупателей, в конце концов, ничего не заменит. Итак, каким образом я работаю дальше? Вы можете оставить линию и не прорисовывать веточку. Либо прорисовать именно веточку. На этом дизайне я вам покажу все три варианта. Например, здесь я хочу без веточки. И я начинаю рисовать нашу художественную стежку. Какой плюс фломастеров? Во-первых, вы нарисовали, и вам не нравится. Вот мне не нравится, какие-то я тут баклажаны нарисовала. Да, я это все убираю сухой салфеточкой. Я использую ватные диски, очень удобно. И прорисовываю вновь. Конечно, эти фломастеры, когда вы сами попробуете рисовать фломастерами на пленке, вы не захотите рисовать ни на какой кальке, ни на каких других бумажках. Потому как, конечно, на пленке это гораздо удобнее. Вот мне опять же не нравится, и я это все удаляю. Так же и у вас будет. То есть вы нарисовали, посидели, подумали, поняли, что нет, не устраивает, пошли дальше рисовать. Как я уже и говорила, для того, чтобы нарисовать ту стежку, которую вы любите, ту, которая вас устраивает больше всего на свете, на это уходит до двух недель. У меня иногда, первое время у меня уходило и месяц, и два. Да, вот такое вот у нас сложное дело. Сейчас, конечно, это получается гораздо быстрее, приятнее. Сейчас это одно удовольствие, но тем не менее, даже сейчас у меня уходит на это достаточно большое количество времени. Далее. Этот вариант без веточки. Что значит веточка? Веточка это когда как бы пустота внутри нашей веточки. Масло матреное, прошу прощения. Далее. Как мы ее делаем? Мы завершаем вот такой, как спичечной головочкой. И идем обратно. То есть, видите, пустота внутри. Конечно, это тоже будет дополнительный элемент объема. Она тоже придаст... Внутри вы можете прорисовать кружочки. Очень красиво смотрится. Но наши подочки на достаточно маленькое расстояние. Поэтому кружочки рисовать здесь не будем. Но для одеялка, особенно для детского одеялка, конечно, это очень красиво, интересно, эффектно смотрится. И точно так же прорисовываем нашу художественную стежку. Варьирование перьев. То есть, где-то вы делаете одинаковые, где-то вы делаете попышнее, где-то вы делаете тоненькое перышко. Одним словом, варьирование разных размеров дает нам потрясающий эффект какой-то живости, что ли. Вот, очень рекомендую я вам не пытаться создать все перышки одинаковые. А пусть они будут все разные. Зато это ваше личное творение, которое никто никогда не сможет повторить при всем желании. Значит, первый вариант я вам показала без веточки. То есть, они как бы одно перышко из другого выходят. Этот вариант у нас с веточкой. Вот, мы одну прорисовываем, возвращаемся, прорисовываем другую сторону. То есть, одновременно мы и одну, и вторую сторону прорисовываем. Как я уже говорила, что рисовать фломастером по пленке это одно удовольствие. Мало того, вы же все видите. Когда мы раньше не использовали пленку в своей работе и делали это на кальке, это, честно говоря, гораздо сложнее. Потом пачкается наша заготовочка стертыми, вот этими ошметками от стертого карандаша. Нет, мне такое не нравилось никогда. Мне всегда хотелось найти какой-то способ более удобный, что ли. Этот способ очень удобный. То есть, вот таким образом мы прорисовали. Конечно, я не очень люблю, когда много пустоты есть. Я хочу какое-нибудь сердечко делать. Здесь, например, вот какой-то еще элемент. Здесь мы можем на самом деле еще, если вы захотите, если, одним словом, если тут все зависит только от ваших пожеланий, предпочтений. Кто-то любит, когда много художественной стежки, кто-то любит, когда мало. Тут все только зависит, наверное, от вашей задумки. Имейте в виду, мы прорисовываем на пленке только художественную стежку. Заполняющую стежку обычно не рисуют. Но, если вы используете геометрические линии, то лучше прорисовывать, но уже не на пленке, а на самой заготовке. Поэтому, ну, вот тут уже вы можете смотреть сами так, как вам удобно. Как я уже сказала, я не прорисовываю. Я просто понимаю, что все то, что я сейчас нарисовала, оно будет объемным, оно будет выпуклым. А все, что осталось бедно рисовано, оно как бы утопится. И за счет этого мы создаем вот этот 3D эффект. После того, как я уже сказала, что это может занять достаточно долго времени, после того, как вы прорисовали ваш дизайн художественной стежки фломастером, который можно смывать, и вот он все, он вас устроил, вы вот счастливы, понимаете, что все, да, это то, что мне надо. Самый простой способ – сфотографировать. Сфотографировать и посмотреть как бы со стороны, вот как оно будет. То есть фотография дает возможность увидеть немножечко вот как-то так вот отдаленно, что ли. И после этого вы уберете маркер, который обязательно дайте возможность высохнуть, потому что маркер перманентный не будет рисовать по-влажному. Все-таки этот фломастер достаточно влажный. И после этого все, что вам нравится, вы обводите. Плюс ко всему, вы желательно обвести еще эхо-стежку, для того, чтобы вам было очень удобно потом стыковать. Как это делать? Вот она абсолютно... Ничего здесь сложного нет. Значит, на что обратить тоже внимание. Когда вы прорисовываете уже перманентным маркером, старайтесь, то есть фломастером, который можно смыть, ну, это как бы вот так вот, такие штрихи у вас были. Имейте в виду, перманентный маркер вы уже не сотрете. Поэтому старайтесь как бы дотачивать, вот сделать ее так, чтобы она была, чтобы все было уже приближенное, там, не знаю, к самому-самому лучшему результату. И когда вы будете перерисовывать эту художественную стежку на ткань, вы еще будете улучшать. Таким образом у вас получается три этапа улучшения вашей художественной стежки. И в итоге, когда вы простегаете, там это будет просто отпад. Поэтому здесь я уже не тороплюсь. Стараюсь делать так, чтобы те круги, о которых я говорила, обязательно присутствовали практически в каждом элементе. Ну и, конечно, если у вас что-то не получается, пожалуйста, не расстраивайтесь. Мы не маэстро, в конце концов. Мы только учимся. Люди этим занимаются много-много лет, и то у них бывают ошибки. Это очень важно, потому как я так часто получаю от вас письма, что у вас никогда такого не получится. Нет, это неправда. Все получится. Просто оно не получается в тот же самый момент. Поэтому если у вас сейчас не получается так же, как у меня, это не говорит о том, что у вас это никогда не получится. Это говорит о том, что просто еще не пришло время. Вы же не начали писать сразу буквы, придя в первый класс, правильно? Вы же сначала рисовали палочки, запятые. Зато к десятому классу уже могли это делать спокойно, легко, и вообще даже не задумываться. То же самое и здесь. Придет время, и вы сами удивитесь, как у вас получается быстро, красиво, роскошно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я обязательно прорисовала эхо-стежку Это, опять же, очень сильно облегчит вашу последующую стыковку С дизайном, когда мы будем перерисовывать художественную стежку уже на скале Что делаем дальше? Все, вы довольны, вам все нравится Теперь нам надо смыть тот фломастер В моем случае красный Для того, чтобы он, конечно, не пачкал нашу подочку Нам не нужны эти лишние пятна И все, оно, в принципе, уже нам не нужно И мы берем влажную Я беру влажные диски Очень удобные И все-все вот это смываем Как вы видите, тот фломастер уходит легко А перманентный остается Вот такое чудо Началось, опять же, я так рада, что появился этот способ Потому что раньше все это было, опять же, карандашом Очень было неудобно, конечно Совсем неудобно Все, сухая То есть чистая После этого я беру сухой влажный диск Все это протираю И понимаю, что то, что я сделала, меня устраивает Ну, на 95% Конечно, всегда есть такой элемент, когда ты что-то бы еще сделала Но я довольна, тем не менее, результатом Итак, дорогие друзья В этом уроке я показала, как проектировать художественную стежку Итак, до встречи на следующем уроке